Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В нынешний праздничный день, братья и сестры, мы торжествуем величайший праздник Успения Пречистые, Преблагословенные Владычицы Нашей Богородицы. Этот праздник, Богородичную Пасху, еще с древних времен возлюбили люди нашего Отечества, которые и Святую Русь наименовали Домом Пресвятой Богородицы, и главные соборы, которые находились в монастырях, в престольных городах, посвящали в честь этого славного праздника. Еще преподобные отцы Антони и Феодосий Киево-Печерские, устрояя свою святую обитель, посвятили главный храм в своей величайшей лавре в честь Успения Богородицы и Царица Небесная, явившись зодчим в городе Константинополе во Влахернской Церкви, когда они спрашивали у нее, в честь чего, Царица, ты хочешь построить этот храм, она говорила, пускай храм этот будет посвящен моему имени. Великий князь Владимир Мономах, который присутствовал при славных чудесах, когда с неба не спал огонь, не изведенный молитвами преподобных Антони и Феодосия, попалил хворост терни, которые росли на месте будущего строительства храма Успения Богородицы, получил исцеление в это время, будучи еще молодым юношей от своей тяжкой болезни. И поэтому в городе Владимире он по мере, по размеру Успенского храма также заложил Успенский собор. А затем, когда кафедру русских митрополитов из города Владимира переносили в город Москву, то там святитель Петр благословил своего духовного сына, великого князя Иоанну Калиту, чтобы он также начал строительство своего города с основания собора в честь Успения Божьей Матери. И мы видим все три лавры, которые находятся в нашем Отечестве, Киево-Печерскую, Почаевскую и нашу Святогорскую, посвященную этому великому празднику. Сама жизнь Царицы Небесной таинственно исполнена неизреченных чудес. Она родилась по молитве святых праведных, богоотцов и Акима и Анны, уже в старости, когда они не надеялись иметь наследников своих. Она по молитве была одарована этой благочестивой чете, которая проводила святую и равноангельную жизнь. И затем, начиная с введения ее в трехлетнем возрасте в Храм Господень, где она часто сподоблялась многообразных явлений ангела и утешением и в разумлении от своего Бога. Сердце ее воспылало величайшей любовью к своему Творцу и Создателю. Так что она, единая из всех жен, сподобилась быть благословенной в женах и родить Господа нашего Иисуса Христа. В Рождестве ее было побеждено природа человеческая и родивши Богомладенца Христа, она осталась чистой девой. Но несмотря на то, что ангелы и архангелы, Херувимы и Серафимы почитали столь великое чудо здесь на земле, она не получила человеческой славы. Вся жизнь прошла ее в бедности, гонениях и скорбях. Лишь только родился Господь, как Ирод, уже посылают своих воинов, которые уничтожают 14 тысяч младенцев в Ефлеемске, и святое семейство вынуждено было покинуть землю Палестины и бежать в Египет. Когда Господь выходит на проповедь, то проповедь его часто встречается со стороны фарисеев, саддукеев и других людей сопротивления, встречают насмешки, встречают оскорбления. И все это относится и к Божьей Матери. И когда Господь идет на свои страдания, падает под крестом, и затем распинается за рот человеческий, изливает свою причистую кровь, тогда Божья Матерь испытывает величайшее страдание, оружие проходит ей душу, и сердце ее раздирается от боли при виде тех мучений, которые терпит Господь за спасение рода человеческого. После воскресения Христа Спасителя, когда весть о Его воскресении святыми апостолами начинают разноситься в разные места всего мира, тем не менее ожесточенные иудеи и первосвященники пытаются гнать первую Церковь Христову, первенствующую Церковь, предают смерти апостола Иакова и ищут убить и саму причистую владычицу Богородицу. Царица Небесная, пылая любовью, которая превосходила любовь Серафимов и Херувимов к своему сыну, часто посещала те места, где он или молился, или Илеонскую гору, с которой он вознесся на небо, и там воссылала Богу свои молитвы, прося его, чтобы он быстрее разрешил ее от этого, от уст тела, чтобы она могла уже в вечности лицезреть его. Иудейские первосвященники, слыша о том, что Матерь Иисуса посещает эти святые места, часто посылали людей, чтобы убить ее, но Господь покрывал свою Матерь, она оставалась невидимым для их, для отчей этих убийц, и таким образом их злое намерение не было исполнено. Когда Царица Небесная молилась на Илеонской горе, вместе с ней и неодушевленная природа, деревья, которые окружали ее, также преклоняли свои главы. В одну из таких молитв ей явился постоянный ее защитник, святой Архангел Гавриил, который принес ей сияющую ветвь из рая Божия, и сказал, что через три дня она уже отрешится от уз этой временной земной плоти и войдет в Царство Небесное. Эту ветвь райскую он повелел нести перед ее одром, и с этой радостной вестью Божья Матерь возвратилась к Яну Богослову, которому и передала эту ветвь. Но она желала видеть перед своим успением сладкий и любезный для нее лик святых апостолов, тех двенадцати учеников, которые были ближайшими последователями Христа Спасителя. И хотя они уже и разошлись по всей вселенной, но Господь, желая в предсмертный час, утешить Царицу Небесную, собрал на облаках ангельскими силами с разных мест всех двенадцать апостолов, кроме апостола Фомы. Все они и первые христиане окружили одр Божьей Матери и три дня проводили в молитвах и псалмопениях, ожидая разрешения ее от уз плоти. В третий день горница, в которой они находились, исполнилась неизреченного света, благоухания. Стены ее исчезли, и все, находившиеся там, увидели духовное видение, увидели, как Сам Господь со множеством ангелов и святых сходит с неба и принимает в Свои причистые руки души Своей Матери, как Она послужила Ему в Своем Рождестве, давшей Ему Свою плоть, так и Он по Своим словам воздавая ей должную честь, Сам приходя и беря ее бессмертную душу. После этого лицо ее просияло, и одр, который несли первые христиане, было исполнено неизреченного света и благоухания. Один из священников иудейских, Анания, который увидел такое славное погребение Божьей Матери и, пылая к ней ненавистью, думал опрокинуть этот одр. Устремившись к нему и будучи силен от природы, он смог пробиться через людей, прикоснулся своими руками к одру Божьей Матери. Но тача же мечом Архангела Михаила руки его были отсечены и повисли, прилепленные к одру Царицы Небесной. Тогда он осознал свое согрешение и обратился к апостолу Петру с просьбой о помиловании. Апостол Петр сказал, что это возможно только, если человек искренне уверует в Христа Спасителя и почтит его Божью Матерь, и после этого она исповедовала, что с самого начала они видели, что Господь есть истинный Мессия, но только по зависти и злобе противились Ему. После этого он получил исцеление от своей болезни и присоединился к тому обществу христиан, которые вместе с ангелами, огруженные небесной славой, шли в Гевсимании. Божья Матерь была похоронена рядом со своими родителями в Гевсиманском саду с Иакимом Иоанном, и через три дня прибыл апостол Фома, который по особому промыслу Божию был задержан и не был со святыми апостолами. Он сильно горевал, что не видел все те славные события, о которых они ему рассказали, и для его утешения был открыт гроб Царицы Небесной. Когда этот гроб был открыт, то увидели, что тело ее там не находится, но только пелены находились во гробе. Все пришли в недоумение, что это значило, и когда они сидели за вечерней трапезой, сама Божья Матерь явилась им, говоря, «Я с вами во все дни до скончания века». Эти явления уверовали святых апостолов, что по пророческому слову, которое изрек царь и пророк Давид, «Воскресни, Господи, в покое Твой, Ты и кивот святыни Твоя», это слово исполнилось на причистой и приблагословенной владычице нашей Богородицы. Она являлась намного причистнее древнего кивота, который носил только манну и скрижали, данные ветхозаветному Израилю. Она явилась кивотом и сосудом для самого Христа Спасителя. И как в своем Рождестве она была выше естества, родившей, она сохранила девство, так и в успении своем она показала превысшее естественное состояние, когда смерть не смогла ее удержать, так как ее возлюбленного сына и на третий день она уже с прославленным и обновленным своим телом вошла в Царство Небесное, чтобы там, находясь и оттуда, возвращаясь сюда на землю, ходатайствовать за нас, православных христиан. Праздник этот называется Успение, то есть смерть Божьей Матери была настолько сладостной и отрадной, что ее сравнивают как бы со сном. Смерть до пришествия Христова ужасала человечество. Они со страхом люди взирали на нее и страшились ее приближения. Но после воскресения Христова, когда мы видим на примере Божьей Матери, как святые души переходят из этой юдоли плача, скорбей в Царство Небесное для ликования со своим Творцом и Создателем, смерть действительно стала уже успением для многих праведных душ, и поэтому и Церковь называет многих своих умерших людей усопшими. И мы, взирая братья и сестры, на том, как Царица Небесная, победившая всякий грех в своей душе, явилась победительницей и страха смертного, и смерть ее явилась с прихождением из худшей жизни в лучшей, должны и сами последовать ее стопам. Именно по причине того, что никакого греха, никаких греховных мыслей и желаний не было в ее чистейшей душе, и смерть ее была столь сладостна и желанна. Она была разлучением на время от этой плоти и соединением со своим Творцом и Создателем. И точно такими же мыслями и чувствами должна пропитываться и наша душа. И мы должны больше стремиться к тому, чтобы быть своим Творцом, который столько много сделал для нас и который постоянно изливает свои неизреченные дары и благодеяния на всех людей и особо духовные благодеяния на нас, православных христиан. В ответ и наше сердце должно устремляться к любви к Нему, так же, как горело сердце причистая Владычица Богородицы. Пускай ее всесильные молитвы, ее материнский покров никогда не отступают от нас, стремящихся, любящих ее, прибегающих в ее славные праздники в Храмы Божии и напитывающие свои души, соединяясь с ней, взирая и на ее плащеницу своими очами и сердце свое наполняя святыми мыслями и чувствами любви к преблагословению Владычицы нашей Богородицы. Сама она, находясь у престола Божия и затем от престола нисходя в этот мир, чтобы утешить нас, скорбящих христиан, да никогда не оставит нас во все дни нашей временной земной жизни и по ее молитвам да сподобимся все мы и Царство Небесного. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова